Друзья, меня зовут Филипп Марвин и сегодня мы едем снимать в заброшенную киевскую психиатрическую больницу. Сегодня со мной Макс. Привет. Так, друзья, не удивляйтесь, не расстраивайтесь, всё хорошо, видео продолжается. Просто я вам давно не показывал, как можно легко и быстро зарабатывать в интернете. Просто вот лежа на диване со своей девушкой. Заходим на сайт eGermoneyPro. Вот, и тут, естественно, есть яйца. Вы спросите, что с ними делать? Ребята, всё просто, всё банально просто. Вы просто берёте, открываете эти яйца и вам попадаются там деньги. Допустим, яйцо стоит 100 рублей, а можно выиграть в этом яйце максимум 1000, а минимум там, ну, меньше 100. Давайте я вам покажу, как это всё происходит. И, ну, давайте сначала за 200, за 200 откроем. У меня тут есть денежки, я немного поиграл. Вот нажимаем «Выбрать яйцо за 200 рублей». Так, давайте... Какое, 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 скажи? Я вот это хочу. Вот это крайнее? Да. Вот это давайте. Так. 500! Яйцо стоило 200, мы выиграли 500 на 300+. Начать заново. Нет, давай, 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 давай. Давай ещё одно яичко дорогое. Откроем. Дорогущее прям такое. За 2? За 3. Боюсь проиграть. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Открываем? Да. Какое, 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 какое? Вот это. Вот это? Да. За 3 тысячи, Лера. Ну, мы на тысячу в минусе. Ребята, ну, здесь можно и выиграть, и проиграть. Но выигрыши здесь реально крутые. И выигрыши здесь очень часто происходят. Поэтому играйте, удача с вами, моя удача с вами. Давайте. Ссылочки в описании. Давно я не снимал таких видео, мне реально сейчас как-то вот не по себе, знаете, ладошки потеют, там все дела. Потому что, начитавшись про это место, вы даже сами можете найти в интернете, если вам будет это интересно, что я не обманываю. Получается, эта больница не достроилась, психиатрическая больница, этот корпус не достроился только потому, что там в процессе стройки было очень много непонятных смертей, суицидов и тому подобное. Также возле этой больницы находится действующая психиатрическая больница, то есть, а это должен был быть корпус, высокий, семиэтажный. И также возле этой заброшенной, как бы, больницы находится зона. Что это такое, тюрьма или как? Нет, это, получается, и тюрьма, и там совмещено оно с психиатрической, в общем. Ух, ну это пиздец, короче. Какая-то хуйня там. Чем же чёрт не шутит, пойдём проверим. Призраки. Призраки людей, которые покончили жизнь самоубийством, и плюс сатанизм и наркоманы. Это, в принципе, стандартная херня, но в привидения не верим, но проверим. В наркоманов верим, дадим пизделей, если они будут там. Ну, а если будут сатанисты, если их будет много, будем убегать. Безда нам. Просто да. В общем, ребята, всем приятного просмотра. Я надеюсь, вы ждали этого видео, вы хотели, поэтому погнали. Друзья, ну что, сучу себе в лицо и даже не выкупаю, куда я иду. Мы сейчас проходим по узкой-узкой тропе, по лесу какому-то, в какие-то недостроенные здания. Ну, и уже, знаете, начинает вот накаляться обстановочка, потому что уже действительно становится немного так не по себе от этих всех мест, особенно... Сука, ёжик конченый, просто посмотрите. В развалинах вот просто лезет ёжик. То есть, и вы понимаете, сколько таких аспектов может быть, вот таких разных звуков непонятных. Это, в принципе, всё природа. Вот вам как бы звук и сразу это опровержение на это всё. Но пульс так-то учащается. Но пульс учащается ещё и как. Ну, то есть, реально неприятно. Хочу вам показать вот это вот место с ограждённым высоченным забором, на котором проволока. Просто жёсткая проволока. Идёмте, я вам ближе покажу. Я думаю, возле этого места не очень круто ходить вот так вот с фонариком, светить туда. Потому что, вон, смотрите, на окнах... Я не знаю, вам, наверное, не будет это видно, но, ребят, я вас уверяю, вы сами можете сюда приехать. Огромный-огромный забор, на который просто не залезть. Колючая проволока, походу, под напряжением. И на всех маленьких окнах решётки. И вот нам в этот лабиринт искусствуйте. Да. Чувак. Ого. Ну, как бы вообще неприятно. КОНЕЦ Друзья, по-моему, это здание выглядит намного жёстче, чем здание ХЗБ. Что, по лестнице вверх? Давай, слушай, я встану в проход и буду снимать себя. Вот просто зайду в здание один и буду снимать себя, а ты постоишь здесь. Ну, это так вот... Ну, типа, если меня украдут, если меня съедят, ну, как бы ты будешь знать и не зайдёшь в это здание, и, ну, как бы можешь убежать, в принципе, быстро. Позатся бегом. Бля, ну, я на самом деле не хочу туда спиной остановиться, но я закричу, здесь кто-нибудь есть? В полу очень много дыр, поэтому, как бы мы будем светить под ноги. Я буду снимать, наверное, больше не своё лицо, а то, что находится в окружении, потому что, ну, засвечивать себе, как бы, глаза фонариком и снимать своё лицо не очень прикольно, когда вокруг тебя вот просто вот такие огромные дыры, и в доказательство этому я вам покажу эти дыры, и что они действительно огромные. И, действительно, я не хочу, чтобы так оказалось, как в ХЗБ, что эти дыры закрыты просто обычной картонной какой-нибудь штукой и присыпаны пылью, потому что это действительно опасно и очень жёстко. Поэтому погнали. Ты не видел никого здесь у меня, пока я говорил? Чувак, ну это страшно, ёпта. Я не люблю такие места. То есть, вы видите, вон, всякие кресты его нарисованы. То есть, это реально страшные места. Hello. Hello. Ну, хорошо, хоть не написано вход в ад. Слушай, блядь, там такой длинный коридор туда какой-то. Что, что? Что попало? Ты видел? Ты видел? Иди, 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 иди. Ну, что попало... Блядь! Сука! Твою мать, нахуй! Сука, это график. Чё? Блядь, вон, 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 мыши, 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 мыши. Тихо, 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 тихо. Вот она, вот она сидит. Эй, малышка, маленькая, ты что тут за пыло? Лучше здесь будут крыса, лучше здесь будут крысы и мыши, че? Сука, вот такие вот херни на стенах. Да. На самом деле, если здесь кто-то есть, то нас уже походу услышали. как-то типа знаешь надо либо быть потише либо разговаривать не показывать свой страх и крики чтобы люди поняли что типа что типа чувак посмотри назад а теперь вот так убираю свет и вот посмотри как она подсвечивается вот вот так ты видишь это хуйню вот то вот так и свете просто видите эту хуйню ты меня своим взглядом уже перепугал своим вот я вот представлю ты вот так стоишь и сзади тебя вот это дичь просто друзья понимаете что здесь было очень очень много самоубийств не знаю мне послышался шорох то каждая хуйня здесь пугает ребята я не закричал сейчас только потому что я охуел мне показалось это лежит гроб ну ты понимаешь просто когда ты ходишь по вот таким вот дико жутким санта тебя такая фантазия конченная хотя ты понимаешь что вроде бы ничего нет ничего плохого не всегда конечно питает битое зеркало удача не встать на собаки тюремная да когда битое зеркало то это типа какая-то херня потому что да на самом деле сам прикол в том что знаешь здесь лежит шкаф который мне сдалека похож был на гроб и там написано шкаф что сука вы вообще делаете зачем зачем вы рисуете такое на стенах ребят вы вообще как бы адекватные знаки на стенах да я ушел а макс как бы тоже ушел в другую сторону ехать за где он не надо так делать просто не надо то есть вы видите вот эту дичь перца просто если кто-то вот так мы стоим и сзади кто-то выбегает а мы резко расходимся в стороны и это тем нет и это тело падает в обрыв а вот посмотрите на она вот этот вот собственно пол не то что него станет не очень до впечатляет вот и окно как я не люблю возле окон ходить вот так и вот типа обрывы окна мне просто хочется понял посмотреть под нами окоп какой-то вон видишь вот ту штуку я хотел посмотреть мне кажется там еще видно вот это и весь подвал но он принципе небольшой есть камни то есть ну вот смотрите вот эти камни вот выступами они очень хрупкие потому что за столько лет уже как бы они ослабли из-за дождей и здесь очень любят лазить экстремалы так сказать руферы типа я не знаю как они там скалолазы какие-нибудь без страховки и принципе вот так обрываются камни и из-за этого здесь тоже были самоубийства именно по этим причинам ну как бы да несчастные случаи да вот смерть по своему дебилизму макс снова ушел и как бы я здесь один блять сука да ебать его нахуй просто посмотри ну какого члена вы это делаете ублюдки живы тоже когда ним посвятил уже я я свечу себе в глаза говорю что макс куда-то ушел и потом поворачивая просто камеру макс началась херня вот это я ненавижу сама большего такие вот кресты когда нарисованы типа но обычно типа говорят обычно говорят что вот такие кресты это типа но освещенное место когда риску рисуют такие кресты и типа вроде бы как освещенное место не зная как она по-настоящему там тоже крест на том проходе что он вообще хреновый так так что этому а мы уже типа пришли на крышу слушай есть лестница типа лестница понял нарисованная лестница прикинь какой вот просто обман кругом обман кругом обман потом есть штык там можно залезть погнали вот такая вот штука для и главное за 19 чтобы никого влиять вот это вот эта штука была стрёмно очень главное чтобы нас никто не подтолкнул лезешь сюда наверх она очень стремная она очень жестко выглядит планы чтобы под нами нормальный был пол погнали 1 ты давай на это крыша посвяти на эту плиту и скажи на что это похоже крышка гроба просто ну за ну что это такое но к чему это все вот это вот я даже не понимаю я думаю что это место до конца не исследования что 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 я просто так стоял за шаг и чувствуешь ты понимаешь что я ли снимаю свое лицо и глаза мои засвечены я ничего не вижу просто зайчики в глазах что я хотел сказать я думаю что это место до конца не исследовано и если вы хотите чтобы мы с максом взяли несколько камер вернулись в это место и расставили их по разным местам и плюс ну взяли еще какую-нибудь с собой аппаратуру и пошли уже в то дальнее крыло и исследовали подвал ставьте лайки вы знаете что нужно делать где-то 100000 лайков ребята и мы возвращаемся это место много камер много всякой аппаратуры ребята и вот одна из таких камер которую я поставлю на заброшки называется камера z2 и это очень очень крутая камера эта камера выглядит как gopro можно сказать аналог но ребят она намного круче сейчас я вам объясню почему давайте ее достанем смотрите каком она идет просто боксе просто бокс ну вот вот как ее достать вот так вот достанем это все вот так давай давай супер смотрите ребята очень очень крутой бокс просто она выглядит круто качественно теперь давайте перейдем камере потому что бокс принципе бокс он и в африке бокс он держит до 30 метров под водой что я могу сказать о камере дисплей спереди просто вот вот бомбический дисплей спереди включение смотрите какие светодиоды то есть камера реально очень крутая сзади экран посмотрите просто посмотрите на этот экран смотрите огромнейший экран огромнейший камера очень хорошо снимает full hd 60 кадров также хорошая цветопередача сами посудите смысл покупать gopro за 400 баксов если можно купить вот такую камеру в несколько раз дешевле что там несколько раз раза 4 наверное дешевле и вы все знаете проблемы с gopro с креплениями то есть а здесь просто посмотрите на все случаи жизни рамка всякие вот такие вот штучки крепежи на руль на вот на все 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 так же тут провод тряпочка чехол идет ребята крепление всякие это просто очень очень мега крутая камера и таких камер у меня много ставим лайки и я везде просто везде понатыкаю эти камеры на заброшке и плюс возьму камеру ночного видения я думаю будет круто то есть мы проверим если здесь призраки если здесь сатанисты наркоманы и тому подобная дичь всем спасибо за просмотр камера еще снимает подписывайтесь на канал всем пока